Губернатор Игорь Руденя провел в правительстве Тверской области совещание по реализации национальных проектов в регионе. В режиме видеоконференции в нем приняли участие главы муниципалитетов. Обсуждались итоги работы в 2019 году и планы на 2020. Подробности прямо сейчас. В 2019 году была проведена большая работа по формированию региональных составляющих национальных проектов и привлечению федеральных средств на их реализацию. Был разработан 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов. Объем финансирования составил более 10 миллиардов рублей. Поэтому показателю Верхневоложья занимает седьмое место в Центральном федеральном округе. В соответствии с посланием президента Российской Федерации к Федеральному собранию Путина, нам нужно, как было сказано президентом, решать масштабные социально-экономические задачи. Темпы изменений у нас должны расти ежегодно. С ощутимыми результатами для наших граждан. Губернатор подчеркнул, руководители региональных органов власти и главы муниципалитетов несут персональную ответственность за эффективное выполнение задач в рамках национальных проектов. Игорь Руденни отметил активную и качественную работу по выполнению нацпроектов в Андреапольском муниципальном округе и в Вашневолозском городском округе, Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Лихославльском, Ромешковском, Ржевском, Старицком и Торопецком районах. В прошлом году реализованы важные для территории и жителей проекты по модернизации социальной и дорожной инфраструктуры, созданию современной городской среды. Цель и задача привести дорожную сеть в порядок, в том числе инженерное сооружение, повысить безопасность в наших дорогах. И мы, наверное, будем ускорять процесс по ремонту дорог, потому что у нас запланировано на этот период порядка 103 миллиардов рублей, но время достаточно продолжительное. Поэтому сегодня, когда люди начинают передвигаться уже по качественным дорогам, будь то М11, либо наши отремонтированные региональные дороги, то все хотят, конечно, быстрее, чтобы весь этот ремонт на всех дорогах был завершен. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 104 километра дорог регионального и 35,5 километров дорог местного значения. Удалось повысить безопасность на магистралях области. По национальному проекту «Демография» открыты два новых детских сада в Старицком и Лихославльском районах. Закуплено 17 социальных автомобилей для доставки жителей региона старшего возраста. По национальному проекту «Образование» открыты школы в микрорайонах Брусилова и Юность в Твери, созданы центры опережающей профподготовки, цифрового образования, ресурсный центр поддержки добровольчества. По национальному проекту «Здравоохранение» приобретено более 70 единиц оборудования для сердечно-сосудистых центров, свыше 60 единиц оборудования для областного онкодиспансера. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийного жилья переселены более 190 жителей Ржева, Торопецкого и Конаковского районов. Обустроено 56 дворовых территорий и 93 общественных пространства.